сегодня один из тех дней когда меня радует солнце потому что его очень долго не было на протяжении по моему уже второй недели серое небо поэтому солнечный день прям очень-очень в тему хотя летом меня солнце не радует потому что она светит каждый день и на самом деле больше доставляет раздражение какого-то вот и я хотела бы еще сказать дополнение к предыдущему видео о депрессии и стигматизации о депрессии и самолечения когда я каждый раз когда я начинаю в очередной раз погружаться в депрессию тяжелое состояние я пытаюсь заниматься самолечением то есть я начинаю пить какие-то травы я начинаю заваривать какие-то зверобои пить депримы в общем которая на самом деле имеет большей части все это эффект плацебо чем оказывает реальную помощь солнце светит в лицо глаз вот почему опасно заниматься самолечением потому что как я уже говорила когда у меня только началась депрессия мои родители не воспринимали это серьезно а точнее они не знали даже что со мной происходит и началось все с того что меня начали водить по каким-то бабкам по каким-то которые снимают порчу сглазы и так далее вот и эти бабки естественно никакой пользы мне не принесли а принесли вред потому что помимо того что они никакими знаниями не обладали и никак вообще не могли мне помочь они еще рассказывали какие-то страшилки которые только усугубляли мою депрессию вот после бабок после бабок последовали какие-то энерготерапевты которые пытались править чакры многие люди верят в это вот можно заниматься этим в ремиссию но в тяжелых состояниях не надо заниматься чакрами вот они пытались мне чистить чакры мужик там не дул в третий глаз сюда естественно как вы понимаете это тоже не возымело никакого эффекта и тогда уже обратились к психотерапевту который тоже оказался совершенно неквалифицированным и тоже мне никак не помог но вернемся к самолечению и почему это происходит уже сейчас я еще понимаю когда это происходило 20 лет назад тогда вообще было очень мало информации сейчас же каждый может позволить себе заглянуть в интернет набрать словосочетание клиническая депрессия и в википедии почитать хотя бы в википедии почитать об этом минимальную информацию чтобы понять что не нужно заниматься самолечением и потаски подталкивать к этому своих близких значит к чему это все приводит во первых это приводит тому что состояние усугубляется если все это началось с какой-то там меланхолия все это может присоединить к себе кучу симптомов дереализация как я говорила деперсонализация панические атаки агорофобия и так далее поэтому лучше когда уже вот только началось началось все это начало все это происходить лучше уже тогда хотя бы пойти к психологу но никак не не каким-то там бабкам да кстати еще многие идут к неврологам я тоже к ним иногда ходила и и даже в этот последний раз я начала свои походы с неврологов неврологи тоже абсолютно некомпетентны и не разбираются в антидепрессантах они их могут прописывать в неврологических целях каких-то но в клинике в плане клинической депрессии и прочих психических расстройств они совершенно не понимают что и как сочетать и с какой целью что прописывать поэтому неврологов тоже смело можно обходить многие люди по причине все той же стигматизации боятся принимать таблетки они думают что они станут под ними какими-то неадекватными часть лекарственных средств действительно изменяет психологическое восприятие может изменить и об этом написано в инструкции не только психи к психотропным препаратам и к неврологическим и даже к сердечным что человек может словить галлюцинации и всякие негативные побочные эффекты вот этого не нужно бояться потому что если вы будете делать под контролем специалиста и который с которым вы можете связаться в любой момент когда вам поплохело он сразу же может препарат отменить или купировать ту побочку которая с вами произошла особенность вас поддерживают близкие то они это тоже могут вовремя заметить ничего страшного и сверхестественного не произойдет ну вот поэтому лекарственных средств бояться особо все-таки не стоит второй момент которого все боятся это лекарственная зависимость почему-то люди которые начинают принимать антидепрессант или которым прописывают вдруг начинают считать себя какими-то наркоманами торчками что они на это подсели и никогда с этого не слезут это абсолютный бред можете поверить мне как человеку который принимал эти лекарства очень много раз своей жизни и которые их прекращал пить по своему желанию потому что я также боялась что они как-то плохо влияют на мои внутренние органы и я прекращала допустим их пить когда выходила в устойчивую лекарственную ремиссию хотя допустим многие люди которые болеют также много лет как я более там 10 и 15 лет они приходят такому выводу что если ты бросал два раза лекарства и у тебя было ухудшение состояния то необходимо пить их пожизненно ничего страшного они в этом не видят гораздо потому что страшнее на самом деле словить еще раз это состояние и начинать все с нуля подбор терапии терпеть побочки а возможно и заработать резистентность то есть резистентность это то что ваш организм вообще не будет воспринимать никакие таблетки и у меня так было первый раз и резистентность это очень очень стремно потому что тебе хреново она тебя не действуют таблетки и как раз поэтому мне было назначено три сеанса электросудорожной терапии в нцпз якобы разомкнуть что-то там какую-то там херню я не знаю что они там размыкали потому что до сих пор точно неизвестно как и ст влияет при неизвестно как влияет на какую конкретную область мозга что он там разомкнет неизвестно поэтому что мне размыкал там профессор смулевич не я не знаю вот но было сделано это для того чтобы снять резистентность и чтоб на меня подействовали антидепрессанты после кстати ст мне прописали а самую такую как бы стрёмную группу антидепрессантов не стрёмно в плане стрёмно в плане побочных эффектов то есть больше всего имеющий побочных эффектов и мало называется вот это был aurorex и я думаю что такой сильный антидепрессант меня бы возможно и без аисты вытащил вот професс профессор посчитал так и собственно сделали мне три этих сеанса о чем собственно я как бы немного сожалею что согласилась на это но не суть я не хочу как бы этот метод прям лечение как-то там прессовать потому что я знаю что некоторым людям он помог и они даже приходили специально в этот центр чтобы им сделали ст вот суть следующем не надо доводить себя до ст до больниц когда можно все с помощью даже того же частного психотерапевта нормального себе подобрать вот и никакого привыкания зависимости и влияния тем более на органы за какой-то там короткий период промежуток я надеюсь что не у всех большое депрессивное расстройство или такая ситуация как у меня вот за короткий период год или там полтора никакого разрушения там внутренних органов не произойдет больше разрушения произойдет от того что ситуация не будет никак исправляться и ваши нейроны будут разрушаться катастрофически быстро вашу мозгу и это все только будет усугублять вот привыкание не будет как с этих дип антидепрессантов слезать я слезаю всегда постепенно делю таблетку целую пополам потом половинку на пополам и так далее до 1 8 то есть потом я пью по крошке если даже есть какие-то чуть-чуть ощущения совсем незначительные в общем последний раз я вообще настолько плавно сошла что я не заметила никакого там ник ничего серьезного и а не речи ни о какой зависимости поэтому не может идти я знаю что такое наркотические ломки сама их не переживала но наблюдала у своих друзей и блин поверьте слизь героина намного сложнее примерно умножить на 200 вот поэтому слизь с антидепрессанта очень легко и не факт что вам поскольку расстройства разные как я сказала если нет такой ситуации там как у меня большого депрессивного расстройства эпизода вам возможно и не придется их долго пить вообще как бы в россии подход такой что назначается это на какой-то определенный период и потом когда человек выходит стойкую лекарственную ремиссию антидепрессант ему убирают вот у меня так было в первый раз и так было даже второй раз когда я после больницы вышла то есть мне не говорили прям постоянно всю жизнь принимать хотя это странно что они мне ставили эндогенную депрессию а при ней как раз таки антидепрессанты принимаются пожизненно но возможно они отменяли мне с той целью чтобы потом как бы их заменить на другие более слабые потому что ингибитор мало долго пить тоже не айс и также я пила трициклические антидепрессанты они тоже много побочек имеют них потом заменяли на сиозы с вот поэтому не надо бояться таблеток не надо бояться их принимать вот да могут быть побочки и если они будут нетерпимые невыносимые то лекарство отменяется и заменяется на другой препарат их большое количество сейчас вот и не надо слушать своих знакомых которые говорят ой блин ты пьешь таблетки ты это на всю жизнь ты теперь подсел да это тебе как мне говорили тебе заменили одни наркотики на другие ты курила гашиш и теперь ты пьешь таблетки у тебя лекарственная наркомания ну да конечно только в отличие как бы от этой наркомании гашишовой которая там мне разрушала мозг таблетки они его как раз таки поправляют вот еще раз повторяю никакой зависимости у меня не возникло потому что у меня был период ремиссии 5 лет когда я совершенно не пла таблетки но после того как я их два года или три там пила каждедневно я с них по своему усмотрению тогда слезла потому что чувствовала себя прекрасно вот и 5 лет я провела без таблеток 5 лет пока у меня не случилось несчастье и меня опять накрыла медным тазом вот такие вот дела поэтому пожалуйста не бойтесь лечиться не бойтесь не слушайте вернее то что вам говорят близкие и родные и не надо заниматься вот этим вот бредом бабками травками и примочками припарками и чисткой чакр потому что это все не помогает это все научно недоказанные неэффективные абсолютно методы и в общем это как бы на самом деле очень бредовое занятие и в общем вместо того чтобы заниматься тратой денег на всякие бады на всякие зверобои на бабок которые всяких экстрасенсов которые я знаю берут немеренные тоже деньги на неврологов на психологов надо уже заняться поиском психотерапевтов потому что как я сказала вначале мне первый психотерапевт абсолютно не помог потому что он был непрофессиональный как понять профессиональный врач или нет профессионал ли врач или врачи не это нужно запилить отдельное видео на эту тему но я хочу сказать что пока я добралась до профессионалов у меня в первый раз это заняло раз потом был еще один психотерапевт потом было два психиатра и только потом вот я попала в москву с нормальным специалистом но тогда была действительно очень жесткая ситуация жестче чем сейчас сейчас можно в принципе даже в провинции найти более менее приемлемого психотерапевта который хотя бы разбирается в некоторых хотя бы лекарствах и все равно он будет состоянии помочь раньше ситуация была более удручающая и раньше вообще не было возможности найти психотерапевта и психиатра через интернет сейчас многие консультируют в скайпе и это очень клево потому что даже если вы сами находитесь уже в тяжелом состоянии и не можете этим заниматься даже родители или друзья могут заплатить или там сначала консультировать потом платить я не знаю то есть это можно все сделать не выходя из дома это очень большой плюс и тут остается только определиться какому специалисту обратиться для этого есть различные формы и группы где люди обсуждают таких врачей я думаю это реально на самом деле все найти если бы мне сейчас вот специалист такой не помог и плюс ну мои знания накопленные за долгие годы я бы наверное вот таким способом решала проблему то есть я бы искала врача через интернет и в скайпе бы с ним общалась также я оставлю ссылку на форум на котором я сидела этим летом и не только в котором люди обсуждают фармакологию и свои заболевания может быть тоже кому-то поможет вы Продолжение следует...